Я рада вас приветствовать. Сегодня я вам расскажу, как можно очистить компьютер и ускорить его работу с помощью такого очень интересного твикера Glary Utility. Твикер – это комплекс необходимых утилит для настройки и оптимизации системы. Вы, наверное, заметили, когда компьютер у вас новый, он работает намного быстрее. И, к сожалению, если вы пользуетесь операционной системой Windows даже непродолжительное время, то замечали, что чем дольше работает система, тем медленнее она вращается. И наиболее часто все эти проблемы кроются в сильном загромождении системного реестр. Ведь в этот самый реестр заносится вся информация обо всех ваших действиях на компьютере. Но выход есть. Рекомендую использовать Glary Utility. Это бесплатная программа. Утилита имеет гораздо более широкие возможности по сравнению с другими трикерами. Она достаточно шустрая в работе. Есть как бесплатная версия, так и платная версия этой программы. Бесплатная версия называется Glary Utility Pro. Но хочу вам сказать, что бесплатная версия достаточно хорошо работает и к тому же имеет широкий спектр возможностей. Эта программа поддерживает русский язык. Про достоинства и возможности этого трикера вы прочтете у меня на блоге. Этот трикер предназначен как для начинающих, так и для профессионалов. Для начинающих работы можно сделать в один-два клика, а для специалистов имеется обилие вариантов. Скачать бесплатно эту программу тоже можете у меня на блоге. Установить его очень легко. После установки у вас откроется вот такой интерфейс, который вы видите на экране. В ней есть 4 основные вкладки «Состояние» одним кликом в модуль «Меню». Но мы с вами сегодня рассмотрим только те, которые может использовать обычный пользователь интернета. Первая вкладка «Состояние». Здесь вы можете увидеть статистические данные программы. Если нажмете на кнопку «Обновление», то программа позволит проверить, есть ли новая версия на сайте разработчика. Если она есть, то можем идти на этот сайт разработчика и скачать новую версию. Она есть, но я сейчас скачивать ее не буду. Нажму «Отмена». Закачаю позже. Далее. Если же вы нажмете на кнопку «Регистрация» и зарегистрируетесь, то автоматически перейдете на платную версию программы «Гларио Телеки ПРО». Это дает вам доступ к дополнительным настройкам. Но, как я вам говорила раньше, бесплатная версия вполне хорошо работает. В следующей вкладке «Одним кликом» вы можете исправить все недочеты программы. Очистить реестр, исправить ярлыки и так далее. Для этого достаточно нажать на кнопку «Найти проблемы». Компьютер ПРО сканирует. Единственное, набраться терпения и подождать. И по окончании сканирования, по окончании поиска проблем под каждым из параметров выйдет информация о найденных проблемах. И уже можно нажать просто «Исправить проблемы». Эта функция «Одним кликом» полезна тем, кто не хочет вникать в настройки системы. И еще «Очень удобно для новичков». Если же вы хотите вникать в настройки, то можете пройти в следующую вкладку «Модуля». Здесь есть несколько пунктов. Рассмотрим пункт «Очистка». Что здесь важно? Это важные здесь эти три функции. «Очистка дисков», «Очистка реестром» и «Мэннцепд инсталляция». «Очистка дисков». Здесь вы уставите галочку на тех дисках, которые вы хотите очистить. Нажимаем «Далее». И система проводит сканирование выбранных дисков. Опять же, надо набраться терпения и подождать. Итак, система просканировала. Так как я совершенно недавно чистила компьютер, у меня здесь очень мало данных, которые надо очистить. И здесь я хочу обратить ваше внимание, чтобы вот в этом чекбоксе, где файлы с нулевым размером, у вас не стояла галочка. Иначе вы можете удалить некоторые файлы с нулевым размером, которые очень важны для вашей операционной системы. Поэтому обращайте обязательно внимание, чтобы здесь чекбокс был пустым. Также здесь можете просмотреть те файлы, которые вы хотите удалить. И нажимаем «Далее». Все, очистка разрешена успешно. Следующая очистка реестра. Она сканирует и наводит порядок в реестре. В ней уже вы можете работать без опаски. Нажимаем «Выполнить поиск ошибок». И вы видите, что у меня, наверное, всего две неполадки. И теперь надо нажать «Уже справить». Неполадки исправлены успешно. Ну и следующий важный пункт, который можно здесь рассмотреть, это менеджер-деинсталляция. Стандартные деинсталляторы программ не всегда удаляют полностью весь реестр. Остаются какие-то остатки. Так вот, этот менеджер-деинсталляция, он работает намного эффективнее. И к тому же он не только удалит программу, он еще и почистит реестр после ее удаления. Работать в этом менеджере программы очень легко. Можете найти какую-то программу, которую вы хотите удалить. Программа выделяется. Должны эти просто удалить, и эта программа удалится. Я сейчас ничего удалять не буду. Так, закроем. Идем в следующий пункт «Оттимизация». Здесь самое интересное – это менеджер автозапуска. В этом менеджере указаны программы, которые стартуют вместе с запуском системы. Зеленым цветом означает, что эти программы никак не влияют, никак не мешают при запуске системы. А там, где отмечено красным, означает, что данные программы выделяются среди остальных, скажем, большим требованием к ресурсу компьютера. Поэтому мы можем осуществить эти программы. Для этого достаточно снять галочку. Но сразу предупреждаю, эту настройку следует делать весьма осторожно. Если вы не знаете, то лучше не трогать. Следующая функция, на которую можно обратить внимание – это «Оттимизатор памяти». У современных операционных систем, как правило, большая память – 3-4 гигабайта. А если компьютер старый, то у памяти всего бывает 1 гигабайт, 2 гигабайта. И поэтому может возникнуть при рискании, или же компьютер может долго не откликаться при работе каких-то тяжелых приложений. И для того, чтобы помочь компьютеру, здесь мы можем оптимизировать некоторые данные. Я вам рекомендую только войти во вставку «Параметры» и здесь поставить галочку «Загружать автоматически при запуске Windows». Опять же, надо его ставить в том случае, если тут стоят данные не меньше 10%. Далее нажимаете «Ок». Это вам неплохо поможет улучшить отклик вашей операционной системы. И для подкрепления этого действия заходим во вставку «Меню». «Параметры». И здесь проставляете тоже галочку «Запускать галерию утереть» вместе с Windows. Надеюсь, что эта операция поможет улучшить отклик вашей операционной системы. Следующий пункт, на который можно обратить внимание, это «Менеджер контекстного меню». На рабочем столе, когда вы нажимаете правой кнопкой мыши, у вас выходит вот такое вот меню. Все вот эти вот данные этого меню вы можете увидеть во вкладке «Новой». Управлять вот этими вот данными, если вам не надо, уберете эту галочку, если нужно, вставите галочку. То же самое во вкладке «Отравить». Если на каком-то документе мы нажимаем на правую кнопку мыши, и у нас вот выходит меню «Отравить». И вот здесь уже перечислены все документы, которые есть в вкладке «Отравить». Здесь опять же вы можете управлять вот этими документами, добавить, убрать, это что вам не нужно. Сейчас мы закроем. И что еще мы здесь рассмотрим? Вот эту функцию «Безопасность». Вкладку «Стирание следов». Это реально мощный инструмент. Он позволяет очистить следы вашего пребывания не только в системе Windows, но и в разных программах «Интернет-эксплорер», «Мосея Firefox», «Google Chrome». Для того, чтобы очистить ваши следы, вам достаточно поставить галочки в тех местах, где вы хотите очистить ваш след. Допустим, если вы работаете на каком-то чужом компьютере, если вы работаете на компьютере у себя на работе, не хотите, чтобы ваши коллеги видели, чем вы занимались, то в тех местах, допустим, временные файлы, недавние документы, меню, можете очистить вот таким вот образом, проставляя галочки. И после нажимаем «Анализ», система проводит анализ, и вам сообщает отчет, и нажимаете «Стереть отличный телей». При работе с этой программой, говорю, уделите, ничего сложного нету. То, что я хотела вам сегодня рассказать, рассказала. На этом я обращаюсь с вами. Спасибо за внимание. Удачи! Спасибо за внимание.